Привет друзья! Ну лучше сразу покажу чем говорить. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Правда? Я готовлю сейчас холст. Освоение инвалидными руками. Супермен я разрываю вот такой твердый для меня, как инвалида. Ну вот эту штуку. Вот, пожалуйста, да? Хотите стать суперменом? Детям покажите. Суперменом, суперледи, чтобы вы могли завоевывать внимание всех. А этот холст я делаю специально для этого. Он сейчас белый. Останет шедевр. Ну, у нас и с вами, конечно. Мы же делаем все в коллективном разуме. Мы же все делаем в коллективном разуме. Это придумал я такой для нас всех в школе человек будущего. Коллективный разум. Где вы подсказываете решение, а я их взвешиваю и принимаю окончательно. И создаем произведение. Так вот теперь, пожалуйста, ответьте на вопрос. О чем надо думать на морозе? На сильном морозе, чтобы вам стало тепло? Ответьте, пожалуйста. И ответьте, пожалуйста, о чем надо думать. Когда вы поссорились со своими самыми родными и близкими, то даже непонятно по какой причине. Когда вы в одной доминанте эмоциональной, а не в другой, и вы никак не можете найти общий язык. О чем надо подумать в этот момент, чтобы выйти из доминанта и наладить отношения? Это самый сложный вопрос в мире. Это самый вопрос, который хочет решить каждый. Это же вопрос разрешения конфликтной ситуации. А с самими близкими эти конфликты бывают часто. И вы это хорошо знаете. А еще знаете потому, почему это происходит. Потому что вы-то полагаете, что вы их любите. И что они это помнят каждую секунду. Потому что они не ждут от вас каких-то таких слов, которые они не ожидают. У них другая была установка в этот момент. А у вас в моменте было другое намерение. И никак не сойдутся вот эти пихи волн. Они разбиваются друг от друга. И бывает иногда надолго. И мы страдаем. Особенно родители по детям, внукам, правнукам. Мы же их любим. А вдруг такое происходит? И никак понять не можем, почему это происходит. А мы найдем сейчас ответ. И вы это все узнаете. И вы это сделаете. Несколько приемов. Несколько упражнений. И станете более понятливыми. И по отношению к себе, и друг к другу. А девушка, которая любила парня. И хочет за него выйти замуж. Я не хочу сказать, выйдет именно за него. Она поймет, что это за парень. И стоит ли за него выходить. Потому что мы все хорошие. И этот парень хороший. Эта девушка хорошая. Но мы должны найти синхронизацию друг к другу. Мы должны найти тех, которые, как нам говорится, уготованы звездами. А не нашими попутными поверхностными желаниями. Уговорами подруги. Мамы, папы или бабушки. Или потому что время выходит. Друзья. В нашей школе Человек будущего. Хомофутур. Сейчас в райской группе. Куда входят люди только после моей беседы конкретной с ними в интернете. Там разрешаются эти вопросы. Ну, чтобы туда войти, готовьтесь к собеседованию. Объявление будет через 5-6 дней. Да, друзья. Еще раз подумайте о том, о чем же нам надо подумать на морозе, чтобы нам стало хорошо. О чем нам надо подумать, когда нам плохо, чтобы стало хорошо. О чем нам надо подумать о том, чтобы заполнить хост. Шедевр сделать. Чтобы вы были супермен. А она там суперледи. Если не нравятся вам эти слова, назовите себя по-другому. Чтобы вы были героем. Или вы были героиней. До встречи, друзья.